Дорогие братья и сестры, скажем слава нашему Господу. Господь позволил нам в этот воскресный день собраться на этом месте для того, чтобы разделить общение с нашим Господом, для того, чтобы вникнуть в Его Слово, помолиться, прибыть в Божьем присутствии, и пускай Бог благословит каждого из нас. Я хотел бы, друзья, поделиться Словом Божиим, не буду долго растягивать вступление, хотелось бы поделиться Словом Божиим и порассуждать над ним, и прийти к молитве. Я буду читать из послания апостола Павла к евреям, это 6 глава, я буду читать с 18 по 20 стих. Послание апостола Павла к евреям, 6 глава, с 18 по 20 стих. «Дабы в двух непреложных вещах, которые невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда притечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Милхиседека». Знаете, друзья, я не буду этих всех три стиха подряд полностью объяснять. Хотелось бы порассуждать, если можно, включите 19 стих. «Которая для души». Кто такая «которая»? Надежда, друзья, надежда. Потому что в предыдущем стихе апостол Павел говорит «Прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий». Сегодня, друзья, хотелось бы поговорить на такую тему. Это «В чем заключается наша безопасность?» «В чем заключается наша безопасность?» Друзья, кто понимает, что для нас безопасность – это важно? Я думаю, что мы понимаем, правда? Что безопасность для нас важна. И апостол Павел, он также призывает нас к безопасности. Кто-то скажет, ну, сейчас ты начнешь тут рассказывать то, что говорят на работах. Знаете, вот на работах проводят курсы по безопасности. Вот, каждый раз показывают там фильмы по безопасности, проводят тренинг по безопасности и так дальше. Друзья, это нужно, это важно. Я вам скажу, хочу привести такой интересный пример, который произошел у нас на работе. Мы проработали, ну, я уже, например, 19 лет работаю в одной компании. И люди, которые, есть парень, который со мной работал довольно, он уволился, уже перешел на другую работу, но довольно длительный час он проработал, мы проработали вместе, мы проработали долго в одном департменте. И я бы никогда бы не подумал, чтобы он мог нарушить технику безопасности. Знаете, вот есть такое выражение, техника безопасности. И когда он чистил машину, он чистил ее включенной. Я бы никогда бы, я говорю, Роберт, what are you doing? Что ты делаешь? Зачем ты чистишь ее? И знаете, он чистил ее включенной, и ему затянуло пальцы между валами. Ему затянуло пальцы между валами. В один прекрасный день, когда он это делал, повторял, потому что, знаете, продакшн есть продакшн, выключишь машину, продакшн у тебя идет на даун. И он ее чистил на включенной. И знаете, друзья, ему затягивает пальцы между валами. И обрывает, слава Богу, что не оборвало пальцы, просто вот так до кости. Извините, что я, может быть, немножко говорю страшные вещи, но так до кости все вот это ему сняло. Знаете, это неприятно, это больно. Он долго восстанавливался после этого. Знаете, друзья, почему? Вопрос, почему? Потому что не было безопасности в его поведении. Знаете, друзья, это действительно так. Когда человек нарушает безопасность, он попадает в проблему. Он попадает в проблему. Еще интересный такой пример. Знаете, один отец, он вместе с сыном ремонтировал крышу. Ремонтировал крышу. И когда он ремонтировал крышу, он попросил сына, этот отец, он обвязался веревкой, перебросил ее через дом, потому что крыша была немножко так стыд, знаете, и он перебросил ее через крышу и сказал сыну привязать ее к дереву. Знаете, и сын себе так подумал, что если он привяжет к машине, говорит, эту веревку, то будет лучше, будет надежней. И знаете, что произошло? Мамы, у мамы закончились продукты, она села в машину и поехала. И знаете, друзья, это, возможно, смешно, но это не было смешно для отца. Знаете, это не было смешно для отца. Он слетел с крыши, он получил большие травмы. Знаете, друзья, это нарушение, это не нарушение безопасности. Знаете, друзья, Слово Божие говорит нам, что дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Взяться за предлежащую надежду. Надежду на кого? Наша надежда – Христос. Наша надежда – упование на Бога, друзья, что не только на этой земле, друзья, мы живем с Иисусом Христом, но и в вечности, друзья, мы будем с Ним навсегда. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Слово Божие говорит, что Христос сказал такие слова в 14 главе Евангелия от Иоанна, что куда я иду, вы знаете, и путь знаете. И когда пойду и приготовлю вам место, возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Аллилуйя! Слава нашему Богу, друзья! Это есть надежда! Это есть упование, друзья! И что бы на этой земле не произошло, мы знаем, что в вечности, друзья, мы будем всегда с Господом. Это есть надежда! Это есть якорь безопасный и крепкий! Для чего якорь на корабле? Anchor! Если кто не понимает на английском, якорь – это anchor, который есть на кораблях. Знаете, друзья? И когда этот якорь, он кидается с борта корабля, и эта цепь толщиною в две руки или даже в три руки, друзья, она идет туда, в эту воду, и этот якорь, он имеет специальное устройство, он сгибается, и вот эти острия, они просто вгрузают в грунт, в дно, друзья, и корабль, он держится, он держится. Это якорь безопасный и крепкий. Ничто не может нас отлучить. Знаете, друзья, слово так Божие говорит, «Ничто не может нас отлучить от любви Божией». Ни глубина, ни высота, никакая другая тварь, друзья, ничто не может отлучить нас от любви Божией. Друзья, это якорь безопасный и якорь крепкий. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Знаете, друзья, мы смотрим, что люди в этом мире, они все-таки хотят безопасности. Например, безопасность дома, да, люди бывают, особенно в неблагоприятных районах люди устанавливают камеры, знаете, вот на своих домах. Люди бывают, ставят решетки на дверях, на окнах, ставят решетки. Знаете, когда мы приехали в Аперику, одно из первых словосочетаний, которое мы выучили, это social security, да, это социальная безопасность, это социальное страхование, это социальная безопасность. Друзья, отчего мы застрахованы, social security, что как, ну, я знаю, что уже, наверное, мое поколение не будет иметь social security. Возможно, нет, возможно, нет, ну, так прогнозируют, так говорят, что возможно, уже нет. Но, друзья, поколение старше, чем мое, друзья, оно все-таки имеет social security? Что это? Это в старости, друзья, ты будешь все-таки обеспечен, ну, не на высоте, но в чем-то ты будешь обеспечен, у тебя будет, у тебя будет retirement, да, retirement, у тебя будет государство что-то, все равно по твоей выработке что-то будет платить. Это социальная безопасность, друзья. В чем, друзья, заключается наша безопасность? Безопасность, друзья, это единение, это соединение с нашим Господом. И вообще, безопасность, что это такое? Безопасность, друзья, это отсутствие страха. И полная уверенность, друзья, на то, или на кого-то, или на что-то, на что ты положил свою надежду. На кого-то, или на что-то, что ты положил надежду. В духовном плане, друзья, духовная безопасность, это когда мы, друзья, положили свою надежду на Иисуса Христа. И отсутствие страха перед вечностью. И отсутствие страха перед вечностью. Слово Божие говорит нам, что в любви нет страха, Но совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Совершенная любовь, друзья, будем стремиться к этому, будем достигать этого, чтобы нам пребывать в любви Божией, чтобы когда подойдет время перехода, друзья, это очень важно. Бывает человек, я лично видел это сам, когда более молодой еще был, мне было еще, может быть, 23, мне пришлось 24, братья поручили одно селение обслуживать, я уже, кажется, говорил этот пример, и одна сестра, ей было 90 лет, ей было 90 лет, она лежала на одре смерти, она умирала, она умирала. Когда я пришел к ней домой и посетил ее, и она сказала такие слова, от которых у меня потекли просто слезы, друзья, слезы, она говорит, я боюсь, я боюсь умирать, я боюсь, она всю жизнь, от своего детства, у нее родители были верующие, друзья, она всю жизнь ходила в церковь, и она сказала, я боюсь. Друзья, эти слова заставили меня плакать, я просто закрыл так лицо руками и сказал, Господи, 90 лет человек прожил, я не говорю, что я в лучшем положении, мы, Бог знает, правда, мы знаем и Бог знает, нам есть в чем поправлять самого себя, правда, нам есть. Я просто вам констатирую вот этот факт, что сестра, даже 90 лет, она уже в вечности, да, мне пришлось позвать епископа, пастора, там одного, еще одного, они вдвоем сидели, беседовали с ней. Друзья, она в мире перешла в вечность, она в мире, но ей пришлось это сделать, ей пришлось это сделать, друзья. Друзья, всю жизнь человек служил Богу и клал свою безопасность в неправильном русле, в неправильной надежде, ложная, я могу так сказать такими словами, ложная безопасность. Ее безопасность была привязана к машине, не к дереву. Знаете, друзья, ее безопасность была привязана к машине. Мне пришел такой момент, что она сказала, я не знаю, куда я иду, я не знаю, куда я перехожу. Друзья, это очень, очень и очень важно понять, к чему привязана наша безопасность. Привязана ли она на мои какие-то понимания, на мое какое-то, знаете, вот личные такие амбиции, какие-то вот личные понимания. Вот я так научен, вот я в этом живу и не могу иначе, и не могу иначе. Возможно, человек может думать, я с детства верующий, мои родители были верующие, ну и я где-то там, и я где-то там, знаете, хожу в таком положении. Друзья, так не работает. Написано, надежда, это есть якорь крепкий. Соединение с Господом, друзья, это есть якорь безопасный и крепкий. Хочу прочитать местописание, записано в послании к римлянам, 2 глава, я прочитаю с 17 по 29 стих. Послание апостола Павла к римлянам, 2 глава, с 17 по 29 стих. Вот ты называешь себя иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, Ему и похвала не от людей, но от Бога. Слава нашему Господу, друзья. Смотрите, друзья, Павел, он показывает, знаете, такой вопросы духовной безопасности. Он открывает глубокие вопросы духовной безопасности. Знаете, друзья, у евреев была особая привилегия. И здесь таких три привилегии, которые апостол Павел, он раскрывает. И вот на основании этих трех таких привилегий, я не знаю, как на английском это сказать, Privilege, да? Вот, Privilege. На таких Three Privileges апостол Павел открывает ложную безопасность евреев. Знаете, вот на чем они строили свою безопасность. И знаете, первое, на что хотелось бы обратить внимание, что они говорили, мы часть израильского народа, и потому мы спасены. И потому мы спасены. И он говорит, вот ты называешь себя иудеем, и успокаиваешь себя. Знаете, вот ты называешь себя иудеем. Друзья, и евреи говорили, вот я еврей, я часть народа Божьего, и на этом все. Как хочу, так поступаю. Знаете, друзья, добрый самарянин прошел мимо этого израненного человека и был намного правее, чем, более правый, чем два еврея, которые прошли мимо. Знаете, чем два еврея, которые прошли мимо. Но они били себя в грудь, я еврей, я еврей. И все. Друзья, название не спасает. Знаете, друзья, принадлежность к христианской семье не спасает. Это хорошо, что мы родились в христианских семьях. Это большая привилегия. Подтверди ее чем-то. Подтверди ее чем-то. Покажи на деле, что ты живешь со Христом. Что ты исполняешь повеление и волю Христа. Они говорят, мы евреи, и на этом все. Знаете, некогда Христос, разговаривая с израильским народом, евреи говорили им такие слова. Мы дети Авраама. Мы не были рабами никому никогда. Скажите, они говорили вообще правду? Нет. Они говорили неправду. На тот час они были, можно сказать, в порабощении от римлян. Правда? Вот. На тот час. И Христос говорит им правду. Ваш отец дьявол. И так дальше. И так прямо им. Прямо так говорит. Евреи берут камни и хотят побить его камнями. Говорят, за какое доброе дело вы хотите побить меня камнями? Казалось бы. Казалось бы. Евреи. Народ Божий. За какое доброе дело? То есть, получается так, что принадлежность к наследию, она не спасает. Она не спасает. Спасает что, друзья? Вера в нашего Господа Иисуса Христа, надежда и упование на Бога, и близкое и тесное общение со Христом. Вот это спасает. Вот это есть безопасность. Вот это есть безопасность. Смотрите, друзья, интересный такой момент. Я не буду за неимением времени. Время очень-очень быстро бежит. Казалось бы, можно выложить тему, но можно занять много времени. Такой момент. Первая книга царств. Я расскажу своими словами. Вы прекрасно знаете, кто читает Библию, знаете эти места Писания. Происходит война между Израилем и филистимлянами. Для того, чтобы одержать победу, Израиль, ну так, давайте возьмем в кавычках, уповая на Бога, берет ковчег Завета и приносит его в стан Израиля. И там происходит ликование. Филистимляне говорят, Бог Израиля пришел в стан их. Говорят, держитесь, филистимляне, нам придется стражаться. И знаете, Бог Израиля пришел. Ликование в стане Израиля. Крик. Говорят, почему такой сильный крик? Бог Израиля пришел. Ковчег принесли в храм. И знаете, друзья, и что? Помогло? Помогло? Нет. Принадлежность. Знаете, смысл. Почему не было тесного общения с Богом? Те священники, которые принесли этот ковчег Божий в стан Израиля, они были не в должном месте. Первосвященник, который сидел на троне, он был не в должном положении. Понесли поражение. Понесли поражение. Второй пример, друзья, опять же, война между филистимлянами и Израилем. И Самуил уже, он на тот момент уже вырос. И израильский народ, он говорит Самуилу, не переставай взывать о нас, Господу. Не переставай. Здесь уже другое положение. Здесь уже другое направление. Здесь уже не упование. Знаете, извините, ну, ковчег завета, это была святыня для Израиля. Ну, это был ящик, покрытый золотом, с херувимами. Это уже не просто на что-то такое, ну, материальное на тот момент, принадлежность. Знаете, вот мы упываем на что? Ну, на ковчег, да? На ковчег. Но тут уже, говорит, не переставай молиться, взывать о нас к Господу. Здесь уже более духовное положение. Здесь уже Израиль хочет более тесного общения с Богом. Более крепкий якорь, безопасный. И когда Самуил, он молился к Господу, написано, что возгремел Господь. Возгремел. И филистимляне, они были поражены пред Господом. Друзья, безопасность. Пришла Божья безопасность. Почему? Потому что эта безопасность была правильной. Потому что эта безопасность была не ложной. Друзья, на что мы, или же на кого правильно мы кладем свою безопасность? Безопасность в нашей жизни? Или же мы говорим, я вырос в христианской семье. Да, хорошо. Но ты поступаешь, как поступали твой отец и мать. И ты поступаешь, как ты видел пример в братьях старших. Поступаешь ли так, как поступали отцы наши и матери наши? Поступаешь ли ты так? Имеешь ли ты тесное общение с Богом? На что ты кладешь свою безопасность? Друзья, вторая привилегия, на что Израиль клал свою безопасность – это знание закона. Это знание закона. Знаете, друзья, чем больше мы читаем Библию, тем лучше для нас. Чем больше мы ее изучаем, чем больше мы в нее вникаем, тем лучше для нас. Правда, друзья? Мне когда апостол Павел сказал к Тимофею, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, потому что так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Друзья, вникай в себя, прежде всего, да, и в учение. То есть, друзья, мы должны понимать, что знание, знание закона, извините, но оно не спасает. Знание закона не спасает. Израиль знал закон. Израиль, их мальчики с 13 лет, если я не ошибаюсь, да, с 13 лет, они изучают Писание. Они изучают Слово Божие. Они знают многое наизусть. Кто-то из братьев здесь стоял и говорил, что откуда Петр, будучи рыбак, знал Писание? Друзья, их учили, это евреи, их учат. Их учат Писанию, понимаете, их учат Писанию. Но, друзья, но знание спасает или знание надмивает? Знание написано надмивает. Мы можем много знать. В нашей голове может быть очень много. Мы можем знать наизусть места Писания, друзья. Но если мы Писание не применяем прежде всего к себе и не исполняем Писание в своей жизни, друзья, такое знание Писания может просто привести нас к гордости. Но мы можем сказать, нет, мы знаем Писание. И знаете, друзья, и мы думаем, что зная Писание, мы можем спастись. Зная Писание, мы можем спастись. Возможно, я что-то странное говорю, друзья, но подумайте, проверьте, зная Писание и не исполняя его, можем ли мы спастись? Мы можем учить других, мы можем наставлять других, мы можем, знаете, быть таким учителем закона, но зная Писание и не исполняя его в повседневной жизни, вот здесь уже такой большой вопрос. В чем наша безопасность? Придя к вечности, придя к порогу вечности, можем ли мы сказать, Господи, принимай меня? Можем ли мы так с уверенностью сказать? Друзья, здесь важный вопрос. Я задавал, когда готовился к этому, знаете, я лично задал себе этот вопрос, Господи, ну мы многие знаем Писание, мы многие можем цитировать, многие можем учить и так дальше. Многие, друзья, много есть, но учить – это одно, а исполнять – это другое, это уже другое. Знаете, евреи имели эту привилегию в знании закона. Говорит, знаешь закон, успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и хвалишься Богом, и уверен о себе, что ты путеведитель слепых и находящихся во тьме, и говоришь, проповедуя не красть крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаешься идолов, святотатствуешь, ибо ради вас, как написано имя Божие, хулиться у язычников. Друзья, давайте мы проверим, я не буду долго говорить, я думаю, что это слово, оно должно, по идее, касаться наших сердец. Оно должно касаться наших сердец, если мы знаем, как исполняем. Знаете, некогда Христос сказал такие слова, что «Если знаешь, блажен ты, когда исполняешь». Я сейчас не беру эту тему в 13 главе Иоанна, я сейчас не эту тему беру, я просто говорю конкретно о знании Писания. Блажен ты, когда исполняешь Писание. Пускай Бог поможет нам. И третья привилегия, друзья, это обрезание, знак на плоти у евреев. Друзья, это есть обрезание, знак обрезания, это был прообраз водного, или завета с Богом водного крещения. Водного крещения. И вот смотрите, друзья, если вот дома возьмите, подставьте, возьмите просто ради интереса. Я думаю, что вы любите читать Писание. Я уверен, что вы любите читать Писание. Вот, Слово Божие. Возьмите вот эту вторую главу к римлянам, с 17 по 29 стих, и подставьте вместо слова обрезание, подставьте слово крещение. И вы, и мы, и вот попробуйте, попробуйте, и вы увидите себя в свете Евангелия. Вот попробуйте, потому что это обрезание, это водное крещение в Новом Завете. Это есть правда, друзья. И хотелось бы, друзья, сделать такое, как бы, ударение на то, что мы принимаем водное крещение. Вот на следующий, через месяц, да, у нас будет водное крещение. Многие из нас прошли водное крещение. Кто-то раньше, кто-то 30 лет назад, кто-то 40 лет назад прошел. Вот, возможно, кто-то 50 лет назад прошел водное крещение, друзья. И Слово Божие говорит нам, Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих, что кто будет веровать и, что, крестится, да, спасен будет. Друзья, водное крещение, это есть исполнение воли Божией? Это есть исполнение воли Божией. Так сказал Господь. Он подтвердил это, сам приняв водное крещение, и сказал, так надлежит нам исполнить всю правду Божию. Да, друзья, так и аминь. Но, друзья, хотелось бы сделать такое ударение, что если мы, приняв водное крещение, остаемся в нашей старой греховной природе, это водное крещение, оно тогда нас не спасает. Оно не спасает. Знаете, был сухим грешником, как говорят, вышел мокрым. И на этом все закончилось. И на этом все закончилось. Написано в Слове Божьем, что верующий в Сына Божьего имеет что? Жизнь вечную. Аллилуйя, слава нашему Господу. Верующий в Сына Божьего, друзья, имеет жизнь вечную. Друзья, пускай Бог, Он поможет нам. Я буду заканчивать, друзья. Чтобы мы понимали, чтобы мы понимали, живя нашей христианской жизнью, жизнью верующего человека, уповающего на Господа, уповающего на Иисуса Христа, что нам необходимо крепко взяться за предлежащую нам надежду на Иисуса Христа, который есть для души нашей, как бы якорь безопасный и крепкий. Безопасный и крепкий. Если якоря на кораблях бывает обрывает, то этот корабль будет носиться, и его может постигнуть кораблекрушение. Друзья, хочется сказать о том, что если мы держимся за якорь безопасный и крепкий, если в нашей жизни нет страха перед будущностью, если в нашей жизни, друзья, есть твердая уверенность в том, что после смерти мы идем в небо, друзья, твердая уверенность, друзья, это якорь безопасный и крепкий, и нас никогда не постигнет кораблекрушение в вере, друзья, потому что мы держимся за Иисуса Христа, крепкий и безопасный якорь. Но если, друзья, по нашей же причине, по нашей же причине этот якорь обрывается, мы просто идем и делаем то, что желает наша плоть, друзья, это просто идет обрыв, друзья, ну тогда есть проблема, тогда нам есть что делать, друзья, тогда нам нужно вернуться, вспомни, откуда ты не спал, твори, припокайся, твори прежние дела твои, друзья, нам нужно вернуться, нам нужно вернуться и привязать нас к этому, взяться за вот этот крепкий якорь, который есть Иисус Христос. Пускай Бог, друзья, благословит каждого из нас. Хотелось бы молиться, друзья, хотелось бы приблизиться к Богу, взыскать лица нашего Господа, чтобы действительно в нашей жизни мы имели жизнь безопасную в Иисусе Христе. Я не говорю, друзья, что мы будем безопасны от проблем этого мира. Нет, мы будем безопасны в Иисусе Христе. Написано, Христос есть крепкая скала, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Аллилуйя, слова нашему Господу. Преклоняем колени и молимся Ему. Аминь.